Так, у нас тут несколько людей интересующихся багажниками, которые хотят сделать багажник по индивидуальному дизайну и на переднюю вилку, например. Один клиент прям очень сильно этого хочет, поэтому решил я подумать, можно ли это сделать или нет. Это видео такое знакомительное. В чем смысл? Хочу померить диаметры трубок, как они сделаны и немножко об этом рассказать. Так, этот серебристый багажник, он универсальный, его можно закрепить на абсолютно вообще любой велосипед, если есть снизу крепление под багажник, то есть есть отверстие в раме. Багажник идет вот таким вот образом сделан, то есть вот эта вот дуга, она видите цельная и она приварена. Это очень хорошо, что здесь нет ни болта, ничего, это во-первых легче, а во-вторых это надежнее. Диаметр трубки у этого багажника будет 10 мм. Бог фокусируется, вот 10 мм. Можно поставить этот багажник на дисковый тормоз, можно поставить этот багажник на футбайк, хотя он вот такой узкий, но он замечательно встает и на футбайк, и на дисковый тормоз, на вибрейк. Проблем нет вообще никаких. Вот этот такой багажник у нас стоит 1200 рублей, хромированный он, и соответственно хром не царапается, даже если царапается, то царапин не видно. Черные багажники очень сильно царапаются, на них вот так вот это будет все видно, уже после первого использования. Поэтому хром это почтительнее, но он конечно выглядит не так эффектно, как черный. Черный больше людям нравится, на любой велосипед, любого цвета. Этот багажник стоит, я не помню, 2500 или 3500, он универсальный, он ставится на багажник под дисковый тормоз, там где нет креплений на раме, за счет более длинного эксцентрика. Опять же, тоже под любой велосипед можно его поставить. Здесь толщина у нас трубки 9,5 мм. Тоже, опять же, он очень прочный, опять же, у него, видите, вот как сделана вот эта цельная дуга, это очень важно, то есть нет ни заклепок, ни креплений, ничего. Дуга проходит полностью. Вот эту прищепку можно снять, облегчить, и он, конечно, намного тяжелее, чем вот этот алюминиевый. Алюминий вообще ничего не весит, я не знаю, сейчас, может быть, даже взвешу. Есть багажник от фирмы Topic. Topic, это багажник фирменный под Fatbike. У него нагрузка официальная 30 кг, у этих багажников официальная нагрузка 25 кг. На самом деле, вообще без разницы, он что выдержит, вопрос, сколько выдержит винтик, который вам в раму вкручивается, выдержит резьба на раме. Так, диаметр ноги здесь побольше, здесь, наверное, 12. Все, посмотрим. Да, здесь 12 мм, то есть видите, в чем разница. Здесь 12 мм, он попрощнее, там 10 мм, он послабее. Соответственно, сейчас пойду, посмотрю, какие трубки есть под багажники. Может быть, 8 мм, может быть, 10. Будем думать, что сделать. Вот, кстати, багажник, про который я говорю, который крепление на винтах. То есть, во-первых, здесь будет резьба, то есть он может и разбалтываться, и болтаться, и шуметь за счет этого. Плюс за счет стальных винтиков, там, на 5 граммов тяжелее он будет, конечно. И вот дизайн вот такой. Мне как бы не очень это нравится, мне нравится, когда идет дуга цельная. И крепление, соответственно, любого багажника, на любой велосипед. То есть, вот здесь вообще треугольник задний перевернут, 28 колеса. То есть, любой багажник можно поставить на любой велосипед. Просто надо немножко придумать, как это сделать.